У двух прадедушек москвича Сергея Бондаренко совсем разные судьбы, обе трагические. Один работал в глав соли, другой в глав сахаре. Прадедушка Александр Смирницкий был репрессирован, якобы за участие во вражеской организации. А прадедушка Александр Бондаренко был очень успешен по партийной линии, сотрудничал с известным ученым Николаем Вавиловым и в 35-м году написал на него донос. Перед войной Вавилова на основании сфабрикованных обвинений арестовали. Сергей нашел дело и видел донос своего прадедушки. С одной стороны он хотел делать карьеру, с другой стороны он боялся. Было понятно, что очень страшно, что уже людей вокруг сажают, им нужно как-то соскочить, поэтому может иметь смысл написать донос пораньше и самому попробовать вывернуться. Но, как и очень многие в той ситуации, он просто не вывернулся, а был арестован чуть позже и потом расстрелян в июле 41-го года. Во многих российских семьях есть потомки как жертв сталинского террора, так и тех, кто участвовал в репрессиях. «Человек, который участвовал в борьбе с контрреволюцией, у нас даже где-то документ лежит, и правда найти его не могу, за борьбу с контрреволюцией в Винницкой области 31-го года. Вот. И то, что у нас как бы дальнейшие сведения, то, что он умер в 60-м году, он покончил жить самоубийством». «Он вполне гордился этим всем своим путем и периодически даже похвалялся о том, что он принимал участие, ну, например, в расстрелах. Это, скорее всего, он врал. Прям, я думаю, сильно надеюсь, что врал». «Какие-то страшные ужасы я про нее прочитала, что чуть ли не сама она расстреливала людей-то. Вот. Какие-то страшные клички, что называли ее хая в кожаных штанах». «Вопрос, до какой степени надо прославить, прославить там палачей в качестве палачей, значит, общий ответ – да, надо». В списке 40 тысяч сотрудников НКВД, опубликованные правозащитным обществом «Мемориал», уже вызвали дискуссию о том, не повредит ли эта информация их потомкам. Правозащитник Александр Черкасов убежден, что недовольны публикацией не кровные, а идейные наследники сталинского террора. «Репрессированные палачи – это не сословие. Здесь ничего не наследуется по кровной линии. Вступление в наследство в таких делах, оно, как всегда, дело добровольное. Ты добровольно принимаешь ту или иную сторону. Я там искал своего родственника, я нашел. Муж сестры моей бабушки, он там есть, чекист опер в Магадане в сороковые годы. Это страшно. Я не знаю, что он там делал, но нужно выяснять. И это тоже часть моей семейной истории. Хорошо, что она будет знать хотя бы то, что знаю я. Этого уже, мне кажется, абсолютно достаточно, чтобы представить себе, что жизнь, в принципе, устроена сложно, вот есть много проблем, не нужно никогда заранее вносить какие-то однозначные суждения. А это, в общем, более-менее то, как я бы хотел ее воспитать». У Сергея нет никаких опасений, что публикация архивов может кому-то повредить. Наоборот, он считает, что это должно способствовать примирению. Ведь с каждым следующим поколением вероятность стать потомком палача или, наоборот, жертвы увеличивается.